В Международный уголовный суд подали жалобу на российских пропагандистов, а еще просьбу об их аресте. Происходящее это то, что называется беспредел. Так Международная Федерация за права человека, ее партнеры, направили обращение в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге и попросили выдать ордеры на арест шести российских пропагандистов. Об этом говорится в пресс-релизе организации. В данный момент есть один ордер, который касается обвинений российского руководства и в частности детского омбудсмена, ну и в конечном счете самого президента Российской Федерации в похищении украинских детей. И соответствующий ордер он есть, но это не единственное дело, которое рассматривается и которое потенциально может служить основанием для выдачи соответствующих ордеров. Правозащитники потребовали выдать ордеры на арест телеведущего Владимира Соловьева. Мы вообще ни на кого не нападали. Американцы проголосовали за выделение денег укронацистам в день рождения Гитлера. А еще главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян. Если бы Россия вела себя как эти нацисты и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела. Понимаете? Симоньян уже давно прозвали рупором кремлевской пропаганды, которая умело отрабатывает грязные гонорары. Потому что я верю в Бога. И я не могу никогда ассоциировать себя и быть на стороне несправедливости и жестокости. В список попал и глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Россия сегодня своего рода остров нормальности, если смотреть из западной дурки. Наши страны не идут на сумасшествие Запада, Америки и Европы, которые встали на путь отказа от своей традиционной культуры. От гей-парадов и увлечением смены пола до обрушения памятников отцов-основателей и равнодушием к возрождению нацизма на Украине. А еще ордеры на арест попросили выдать на радио и телеведущего Сергея Мардана. А также заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Это отдельная история. Всем российским пропагандистам, особенно топ-пропагандистам, очень некомфортно сейчас живется. Потому что, с одной стороны, на них охотятся, они являются определенным объектом для внимания, но в любом случае они являются объектом для охоты и для самих российских спецслужб. Все эти люди из списка, как говорят авторы заявления, способствуют военным преступлениям России. Все они причастны к кампании по распространению ненависти к мирным жителям Украины. Как заявляют правозащитники, все эти действия можно квалифицировать как преступления против человечности. В Международной Федерации за права человека считают, что первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, человек, отвечающий за государственную пропаганду на российском телевидении, также несет ответственность за преследование украинцев с помощью языка ненависти. Более того, я думаю, что как раз в случае с пропагандистами, вероятность того, что их все-таки к ответственности привлекут, ну, наверное, даже выше, чем в случае политического руководства. Потому что представить себе, что все-таки политическое руководство в конечном счете окажется на скамье подсудимых довольно сложно. Более высокая вероятность, что их просто ликвидируют при попытке какого-то военного переворота. То есть, наверное, их будет проще устранить физически, чем отдавать кому-то подсудимых. Но в случае с пропагандистами, я думаю, что вот как раз их сравнительно просто можно выдать, отдать, передать, устроить над ними процессы, таким образом показать некую справедливость. В рамках своего обращения правозащитники проанализировали более 2000 видеозаписей с высказываниями российских пропагандистов, которые те сделали в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024 года. В ходе анализа удалось выявить более 300 высказываний, которые сочли проявлением языка ненависти в отношении украинцев. Каждый день украинцы гибнут под российскими бомбами. Украинских гражданских лиц в оккупации задерживают и пытают. Украинских детей депортируют в Россию. А все потому, что Россия хочет сделать их частью русского мира. Все результаты исследований были направлены в офис прокурора Международного уголовного суда. Все их преступления так или иначе фиксируются. То есть надежда для них, что они когда-то где-то скроются и будут доживать свой век. А в комфорте, тратя заработанные пропагандой деньги, ну, наверное, тоже вряд ли возможно. Вот как раз их точно никто нигде не спрячет, никто не будет покрывать и защищать. Так что я думаю, что мы еще когда-нибудь увидим и суды над ними, а возможно и расправы без суда и следствия. Субтитры создавал DimaTorzok